Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги Иисуса Новина. И мы будем читать сегодня седьмую главу, и тема этой главы – это грех наказания Ахана. И мы читаем первый стих. «Но сыны Израилевы сделали великое преступление и взяли из заклятого». То есть, хотя Иисус Навин говорил, что не надо ничего брать из Ерехона, только на храм, точнее, на сокровищницу для Господа, потому что храма тогда еще не было, но был походный храм, это Скиния Завета. «Но сыны Израилевы сделали великое преступление и взяли из заклятого. Ахан, сын Хармия, сына Завдия, сына Зары, из колена Юдина, взял из заклятого, и гнев Господень возгорелся на сынов Израиля». Надо прямо сказать, что на этом месте, где произошло преступление Ахана, Авраам некогда ставил свою стоянку. Будучи пророком, он видел места, где существование еврейского народа будет под вопросом, потому что за грех Ахана Господь обрушил свой гнев на весь народ. «И гнев Господень возгорелся на сынов Израиля». А Авраам намаливал такие места. «Иисус из Ерихона послал людей в Гай, что близ Беф-Авена, с восточной стороны Вефиля, и сказал им, пойдите, осмотрите землю». Они пошли и посмотрели Гай. «И, возвратившись к Иисусу, сказали ему, не весь народ пусть идет, а пусть пойдет около двух тысяч или около трех тысяч человек, и поразят Гай». То есть Гай не такой укрепленный город, малочистенный. «Всего народа не утруждай туда, чтобы идти, ибо их мало там». То есть жители Гая. «Итак, пошло туда из народа около трех тысяч человек, но они обратились в бегство от жителей гайских. Жители гайские убили из них до 36 человек и преследовали их от ворот до Севарим, и разбили их на спуск из горы, отчего сердце народа растаяло и стало как вода». Почему здесь была особая опасность для народа? Потому что соседние народы узнали, что евреи могут не только выигрывать, но и проигрывать, причем перед малочистенными людьми. И это могло создать печальный прецедент для евреев. Давайте посмотрим объяснение святителя Иоанна Златоуста. Он говорит о том, что преступление одного наказание многим. Что же, если кто-нибудь исследовал бы всех, приходящих в храмы во всей Вселенной, какого преступления он не нашел бы? Разве он не увидел бы начальников, жадных до денег, покупаемые должности завистливых людей, клеветников, тщеславных, коростолюбцев, раболепствующих деньгам, при столь великом нечестии можно ожидать всякого зла. И чтобы вы узнали, какому наказанию подвергаются преданные этим грехам, припомните древние события. Один воин украл храмовые деньги и стали погибать все. Поэтому будем внимательны к себе. Разве вы не ведете браний? Не слышите о бедствиях? Разве не научаетесь этим? Народы, целые города были потоплены и погибли. Множество тысяч попали в рабство к варварам. Если гиена не вразумляет нас, вразумимся хоть этим. Разве это угрозы, а не произошедшие события? Они понесли великое наказание, но мы понесем еще большее, если не вразумимся их бедами. То есть, читая Писание, мы видим уроки, которыми мы должны вразумляться. И вот тут урок, связанный с историей Ахана, через преступление одного грех может коснуться и всех остальных. Поэтому, если человек себя не жалеет, хотя бы пожалел свою семью, свой род, свой народ. Ведь не случайно, когда говорится об Ахане, перечисляются его предки. То есть, он как бы не им наносит зло, бесчестит их имена. Мы прочитали Ахан, сын Хармия, сына Завдия, сына Зары, из колена Иудина, то есть, из царского колена. Иисус разодрал одежды свои и пал лицом своим на землю перед ковчегом Господнем и лежал до самого вечера. Он и старейшины Израилевы и посыпали прахом головы свои. И сказал Иисус, «О Господи, Владыка, для чего Ты перевел народ сей через Иордан, чтобы предать нас в руки Амареев и погубить нас? О, если бы мы остались и жили за Иорданом, о Господи, что сказать мне после того, как Израиль обратил тыл врагам своим? Хананеи, все жители земли услышат и окружат нас, и истребят имя нашей земли. И что сделаешь тогда имени Твоему великому?» То есть, с одной стороны, Иисус Навин очень переживает за свой народ, а с другой стороны, Он видит в этом событии как бы поношение имени Всевышнего. Ведь они считали себя народом Бога, но вели себя несообразно. И апостол Павел пишет о христианах уже. «Ради вас имя Божие хулится среди язычников». Такое бывает, когда православный живет не в соответствии со своим званием. Ведь все члены церкви – это царственное священство. Господь сказал Иисусу, «Встань, для чего ты пал на лицо Твое? Израиль согрешил. И приступили они завет Мой, который я завещал им. И взяли из заклятого, и украли, и утаили, и положили между своими вещами». Ну, казалось бы, а преступление совершил Ахан? А почему же Господь говорит о всем народе? Скорее всего, те в сердцах своих имели это пожелание, просто Ахан оказался понаглее всех остальных и менее богобоязненным. А желание что-то утаить из богатств было в сердцах многих. А Бог судит не только поступки, но и намерения. «Зато, сыны Израиля, вы не могли устоять перед врагами своими и обратили тыл врагам своим», это Господь говорит, «ибо они подпали заклятию, не буду более с вами, если не истребите из среды вашей заклятого». А здесь Господь говорит, что Он знает, что один конкретный совершил это. «Встань, освети народ, и скажи, осветитесь к утру, ибо так говорит Господь, Бог Израилев, заклятый среди тебя, Израиль, посему ты не можешь устоять перед врагами твоими, доколе не отдалишь от себя заклятого». Здесь Господь называет себя Богом Израилевым, чтобы как-то утешить этих людей, поддержать. «Завтра подходите все по коленам вашим, колено же, которое укажет Господь, пусть подходит по племенам, племя, которое укажет Господь, пусть подходит по семействам, семейство, которое укажет Господь, пусть подходит по одному человеку, и обреченного в похищении заклятого, пусть сожгут огнем его и все, что у него за то, что он приступил, завет Господен, и сделал беззаконие среди Израиля. То есть один совершил преступление, а все через это страдают. Как сказано, страдает ли один член, болеет все тело, боль испытывает все тело. Иисус, встав рано поутру, велел подходить Израилю по коленам его, и указано племя Зары. Велел подходить племени Зарину по семействам, и указано семейство Завдиева. Велел подходить к семейству его по одному человеку, и указан Ахан, сын Хармия, сын Завдия, сын Зары из колена Иудина. Он нанес позор целому колену, а ведь это колено, из которого царь Давид происходит, все цари еврейские. И по плоти сам Господь наш Иисус Христос. Поэтому то, что совершил Ахан, ограничит с богохульством. Тогда Иисус сказал Ахану, сын мой, воздай славу Господу, Богу Израилеву, и сделай пред Ним исповедание. То есть покайся. И объяви мне, что ты сделал, не скрой от меня. В ответ Иисусу Ахан сказал, вот перед лицом такого чудесного обнаружения, то, что он не смог утаиться, он не спорит. Ахан сказал, точно я согрешил пред Господом Богом Израилевым, и сделал то и то. Между добычей увидел я одну прекрасную сынаарскую одежду. Сынаарская – это вавилонская одежда. То есть дух Вавилона пленил его. И 200 сикелей серебра, и слиток золота весом в 50 сиклей. Это мне полюбилось, и я взял это. И вот оно спрятано в земле среди шатра моего, то есть посредине шатра, и серебро под ним спрятано. Теперь надо удостовериться, так ли это, или, может быть, он наговаривает на себя. Иисус послал людей, и они побежали в шатер, в стан. И вот все это спрятано было в шатре, и серебро под ним. Они взяли это из шатра и принесли к Иисусу и ко всем сынам Израилевым и положили пред Господом. То есть как принадлежащее Господу положили пред Господом. Иисус и все израилетяне с ним, то есть здесь все были единодушны, взяли Ахана, сына Азарина, и серебро, и одежду, и слиток золота, и сыновей его, и дочерей его, и волов его, и ослов его, и овец его, и шатер его, и все, что у него было. И вывели их совсем на долину Ахор, и сказал Иисус, за то, что ты навел на нас беду, Господь на тебя наведет беду в день сей. И побили его все израилетяне камнями, и сожгли их огнем, и наметали на них камни. Вот здесь говорится, что побили его все израилетяне, они же и сожгли их огнем. Их, то есть все его семейство. Но не говорится, что всех побили камнями. Почему? А потому что жестокость нельзя выставлять на показ. И, может быть, здесь как раз была их некая ошибка, потому что Бог сказал истребить того, кто это совершил. Но они боялись, что ведь дети кому подражают? Отцу. Если Ахан такое совершил, значит, и вся система его воспитания, она порочна. Может быть, он вырастил чудовищем. И наметали на них камни, то есть набросали камни. И набросали на него большую груду камней, которая уцелела и до сего дня. Опять как бы утаивается. Хотя сказано, наметали на них камни, а далее на него большую груду камней. Потому что, как бы, понимают, что такое суровое действие, его не надо выставлять на показ. После сего утихла ярость гнева Господня. Посему то место называется долиной Ахор даже до сего дня. Набросали большую груду камней, так хоронили преступников. Мы можем сравнить 8.29, это Иисуса Новина. Второе царство, 18.17. И также погребали преступников, просто грузу камней наваливали. Итак, сегодня мы окончили чтение 7 главы. Если мы будем живы, и Господь позволит, то в следующий раз мы будем читать 8 главу книги Иисуса Новина, где рассказывается о вхождении еврейского народа в землю обетованную, прообраз того, как мы будем входить в мир Божий, преодолевая искушение этого земного мира, искушение грехов и пророков, и всяких пороков. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok